Развлекательная для тех, кто любит теорию автоматического управления или тех, кто в детстве не наигрался социолографом. Погнали! У нас есть лекция номер 10, связанная с системами запаздывания. И вот здесь у меня на схеме тот же модель, в которой у меня две расчетные схемы. Одна из них замкнутая, вот эта вот система замкнутая, а другая разломкнутая. Но на самом деле здесь 10 систем, потому что по каждой из этих линий я передаю 5 сигналов. Кликаем, 5 сигналов, 5 сигналов и 5 сигналов. Системы абсолютно одинаковые, как вы видите, но у нас для запаздывания есть хитрое выражение. Время запаздывания считается вот под такой формуле. bar point value делить на 500, либо умножить на 2, либо на 3, на 4 и так далее. То есть по возрастанию с каким-то коэффициентом время запаздывания зависит вот от этого ползунка. Его я буду дергать. Выводим мы их на график сюда. Здесь вот они все. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь у нас есть годографы. Годографы замкнутой системы. Вот он. Это годограф на самом деле разломкнутой системы. Это годограф замкнутой системы. Вот так. Но здесь некрасиво, когда он уходит в бесконечность. Поэтому свойства, автомасштаб, убираем автомасштаб, нажимаем применить. Вот так он будет красивее. И, ну что, давайте запустим на расчет. Да, единственное, что надо сказать, что в свойствах вот этого графика, в свойствах этого графика я указал, чтобы она показывала у меня интервал видимости 100 секунд. Годографы у меня перестраиваются каждую секунду. И время расчета в синхронизации в 10 раз быстрее реального времени. Затем, чтобы можно было следить на экране и ничего не мелькало. Запустим систему на расчет. Давайте сначала сделаем 0. Годограф разломкнутой системы. Все они не охватывают точку 0 минус 1. Колебания все затухающие. Годограф. Замкнутый сарод представляет такой полубублик. Начинаем. Сделаем колебания. Чтобы все они поколебались. Если возьмем в единую шкалу, вот они все очень похоже колеблятся. Давайте начнем менять. Я меняю коэффициенты. Вот здесь можно побольше выделить участок, чтобы видеть точку 0 минус 1. Где она у нас, вот эта точка, которая нас интересует. Вот она пускай стоит на ней. Мы видим, что колебания уже затухают по-разному из-за того, что есть задержка. Но при этом все они затухают. Давайте мы увеличим задержку. Мы видим, меняется годограф. Годограф разломкнутый. Вот так вот меняется годограф замкнутый. Но колебания затухают. И мы видим, что одна из ста, у которой наиболее максимальная задержка, она начинает доминировать. Вы видим, она затухает, но ее колебания больше, чем у все остальные. Давайте еще раз качнем. Вот мы видим, как при одинаковых стартовых условиях воздействия включения-выключения, колебания становятся разными. Одни затухают быстрее, другие медленнее. Давайте наконец-таки увеличим так, чтобы одна из них, первая красная, попала на границу устойчивости. Вот как-то так. Что мы видим? Мы видим, что четыре системы затухают. Одна из них, ну, я не знаю, в принципе колеблется, может быть с возрастанием 6-7-3. Нет, шкала не растет. На границе устойчивости давайте мы еще поднимем. Теперь точно у нас красная линия, одна из систем перешла границу устойчивости. Годограф разогнутый. Сар заохватывает точку 0-1. И мы видим, что колебания растут. Вот, сделаем многошкальный режим. Видно, что эти шкалы затухают. Эта шкала тоже близко, но тоже видно, что она затухает. Давайте дадим еще один каческачок. Чтобы ценить. Да, мы видим, что вот эти колебания затухают. Хотя и медленно эти колебания расширяются. Прям видно, что волна становится больше. Увеличиваем так, чтобы еще одна перешла в режим колебаний. И вот мы видим, коричневая линия тоже стала колебаться. Годограф охватывает точку 0-1. Здесь на замкнутой системе у нас годограф попрокидывается в другую сторону. Увеличиваем еще. Здесь у нас сколько стало колебания? 0-1. Нет, еще не дотягивается. Там тоже на границе устойчивости. Третья зеленая линия на границе устойчивости. Так, 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 так. Давайте качнем. Сделаем колебательное воздействие. Ну вот мы видим затухающее. Красное вообще куда-то уходит минус полмиллиона. Она вообще скоро сломает нам систему. И давайте сделаем так, чтобы еще и зеленое выходило за границу. И вот мы видим. Сделаем опять скачок. И вот мы видим, что три системы у нас имеют годограф, охватывающий точку 0-1 в разумпутом виде. Три системы у нас что-то график не строит. Давайте масштаб. Нет, некрасивый такой масштаб. И система неустойчивая. Возвращаем время запаздывания. Годограф у нас уходит. Так, что он не охватывает точку 0-1. И мы видим, все системы стали устойчивые колебания уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. Таким образом, мы еще раз показали, что теория автоматического управления работает. И что с помощью Симинтек можно эту теорию автоматического управления демонстрировать. Вот они, все затухающие колебания. Кстати, если бросить многошпальный режим. Ну да, это самое большое колебание. Красная линия, у нее самая большая амплитуда колебаний из-за большой задержки. Вот 10-15. Вот она потихоньку-потихоньку тоже снижается. И уходит 0. Увеличим и дадим скачок. Что ж, пользуйтесь теорией автоматического управления, пользуйтесь правильной системой Симинтек для того, чтобы изучать и сможете строить такие красивые картины. Всем пока!